Привет, я Саша Капуста, и это канал Твой Шрифтовой Фетиш и серия уроков по фонтлабу, которая называется Делаем Буквы. В этом уроке мы пройдем практически путь от создания идеи и завершения самого шрифта. Мы сделаем вольный ревайвал на основе старых советских каталогов и делать будем это в фонтлабе 8, который недавно вышел. Но если у вас седьмая версия или даже шестая, никаких проблем, интерфейс у них схожий, поэтому, я думаю, вы разберетесь, большинство функций повторяются во всех этих версиях. Что-то новенькое, может быть, будет вам недоступно, но ничего страшного, все это можно сделать разными путями, и эти разные пути мы с вами разберем. Задача этого урока. Первое. Научиться делать все в фонтлабе. Никаких сторонних программ наподобие иллюстратора и так далее нам не потребуется. Вторая задача. Это понять, что, имея в голове какую-то идею или какой-то готовый набросок, или даже если у вас задача стоит сделать исторический ревайвл шрифта, вы это можете сделать практически за сутки, если только, конечно, захотите и постарайтесь. И третья задача. Для тех, кто только планирует заниматься созданием шрифтов или просто хочет посмотреть, как это делается, я с вами начну от идеи создавать шрифт в программе фонтлаб, в нем его полностью создам, закончу и получу готовый файл. То есть те, кто хочет просто понять, как это делается и которым просто интересно, тоже будет, наверное, полезно посмотреть эти видео и понять, что не так все сложно на самом-то деле. Итак, что у нас с вами есть? У нас с вами есть старые советские каталоги. Например, каталог ручных и машинописных шрифтов 1966 года. В нем есть журнальная рубленая гарнитура, все буквы русского алфавита, латиница, цифры и немножко пунктуации. Их мы и будем рисовать. Существует также версия пожирнее, но в рамках этой серии видео мы не будем его рассматривать. Возможно, рассмотрим в будущем, как сделать вариативный шрифт из этих двух очертаний, но это вопрос будущего. Вот здесь отличительная особенность – это круглая буква А. У нас есть второй каталог. Фотонаборные шрифты, выпуск второй, под редакцией Ефимова Владимира. Здесь у нас тоже есть разные варианты шрифтов. Нас интересует конкретно вот этот. Та же самая журнальная рубленая. Здесь тоже представлены как латиница, так и киревица. Но что мне здесь нравится – это форма буквы А, двухчастная. Мы ее будем рисовать, мы обе версии будем рисовать. Но как основа в шрифте будет именно такая версия буквы. Ну, не совсем она, потому что мне она нравится, но я ее сделаю по-другому. Но суть в том, что у нас в шрифте будут различные альтернативы, различные ирригатуры и так далее, и тому подобное, на основе вот этих нескольких сканов. Вот. Собственно, что из себя представляет этот шрифт? Это шрифт, журнальная рубленая, 40-х, 47-го года, судя по сайту Фонт Ньюз. Автор этого шрифта – это Анатолий Щукин. У меня есть книга «Каталог искусства шрифта. Работа московских художников». Здесь есть немножко о нем информации. Здесь не показаны примеры его букв, но зато есть его фотография вот здесь и немножко о биографии, что он нарисовал. И в целом, сканы я покажу и почитайте. Вот. Идем дальше. Сам этот шрифт, журнальная рубленая, основан на шрифте Airbar Grotesque и Metro. О них тоже вы можете почитать на сайте Фонт Ньюз. У меня есть старые немецкие каталоги, в которых тоже представлены эти буквы. Например, каталог Бертольда. Кажется, так это читается. Здесь у нас помимо Airbar Grotesque есть еще и Futura, которая тоже очень похожа на этот шрифт. Ну и прочие всякие другие, но нас интересует конкретно вот эта строчка. Надеюсь, видно. Вот. Здесь очень клевая буква Q. Мне она очень нравится, и я тоже ее буду использовать в этом шрифте. И отличие Airbar от Futura в том, что у Airbar буквы M и W имеют срезанные кончики, а Futura, как правило, имеет более острые кончики. Но не все. Более жирные варианты Futura тоже имеют такие срезанные кончики. Ну, в общем, нам этого будет достаточно. Я думаю. Вот. Что-нибудь из этого сделаем. Что еще можно интересного про это сказать? На сайте Fontenews есть статья про создание этого шрифта, про его аналоги, про различные другие советские шрифты. Почитайте, ссылку я приложу. Вот. Собственно, где можно встретить этот шрифт? На самом деле, во множестве каталогов, в различных изданиях, книгах, возможно, программках и так далее. Даже, в принципе, сам каталог использует этот шрифт на оплошке. Этот шрифт, в принципе, используется в качестве заголовков. Вот здесь, я надеюсь, видно. Вот. Плюс у меня есть путеводитель по Ленинграду, в котором этот шрифт используется, в принципе, везде в тексте. Вот. Существует версия крупнокегельная и для мелкого кегля. Они немножко отличаются по рисунку пожирности, поэтому эти все фишечки, все особенности букв мы можем также использовать, потому что, если мы возьмем, например, каталог, опять же, ручных шрифтов здесь есть как мелкие начертания букв, так и дальше крупные. То есть, используя различные комбинации этих букв, что-нибудь из этого у нас получится. Вот. Можно также еще посмотреть на вот такой атлас, географический, 88-го года. Мне здесь нравится то, что, во-первых, здесь везде используется непосредственно шрифт журнальная рубленая, вроде бы, надеюсь, в различных его вариациях, и плюс еще другие, разумеется. Плюс здесь есть еще, сейчас я поищу, более жирные варианты. Вот, например, это «Загадочный мир». Более жирные варианты. И похоже, что художники, которые верстали в 80-е годы этот атлас, они сами дорисовывали этот шрифт на основе того, что у них использовалось в остальном каталоге. Ну, то есть, буква «З» похожая, «Д» вроде как бы похожая, но явно ее рисовал не шрифтовик, а просто художник. Вот это вот кратко над «И» тоже очень своеобразная. Ну, это на самом деле очень интересная штука, и из нее потом можно что-нибудь классное сделать в вариативном шрифте. Опять же, это когда-нибудь потом, может быть, в ближайшем будущем, если все будет хорошо. Вот. Существуют цифровые версии этого шрифта. Например, журнал «Санс», который можно посмотреть на сайте «Паратайп». Нет, это журнал, живой журнал «Паратайпа». Да, ну, в принципе, здесь презентация этого шрифта. Он также основан на барбаро-гротеске. В общем, рисунок похожий, только острые пики. Нам это не пригодится, это больше похоже на «Футуру». Вот, все эти шрифты, в принципе, достаточно похожи, поэтому не столь важно. Что еще у нас есть? Есть клевый эстонский шрифт «Житье Ист», наверное, так и называется. Здесь есть две версии этого шрифта. Версия, основанная на текстовом исполнении, где острые грани у букв M, и срезанные грани. Вот, где-то здесь это должно сравниваться. Нет, ну, не важно. Посмотрите потом сами. Можно посмотреть на сайте «Фонда Ньюз». Две эти версии. Если подгрузится, конечно. Вот. Плюс есть еще бесплатная версия этого шрифта. Точнее, или экспорта, одна из его модификаций. Здесь тоже классический вариативный шрифт. Очень похож на то, что мы с вами будем делать. На «Футуру», на «Airbar Гротеск», на «Метро» и так далее. Это нам поможет черпать вдохновение. Но здесь конкретно мы использовать не будем, потому что вариативный шрифт мы делать тоже не будем. Мы возьмем стандартное обычное начертание. Это просто так, для информации. Есть еще бесплатный шрифт «Jost», наверное. Не знаю, как называется, он тоже вариативный. Тоже рисунок похожий. Опять же, больше на «Футуру». Ну, просто для разнообразия нам этого будет достаточно для понимания. Вот, в принципе, с примерами, наверное, мы закончили. Итак, для того, чтобы начать рисовать, нам понадобится «Фонтлаб». Где его скачать, я думаю, вы разберете, ссылки будут в описании. Вот, что нам нужно, прежде чем запустить «Фонтлаб» и его настроить? В первую очередь, подготовить сам проект, саму папку, в которой мы будем работать. Для начала создадим папочку. Это будет у нас журнальная рубленая, поэтому мы так ее и назовем. Я делаю простой ревайвл в качестве примера того, как рисовать шрифты, поэтому я не буду особо заморачиваться. Я сейчас назову его «Журнальная рубленая», там одна, кажется. Так, «Журнальная рубленая». Вот, я не буду его издавать, я не буду его распространять, чтобы не было никаких вопросов. Вот, это просто как в качестве учебного пособия мы его используем. Собственно, мы создали папочку с шрифтом. В ней у нас будет несколько подпапок. Для чего? Для того, чтобы этот проект можно было открыть через год, через два, через три и в нем не запуститься, не разобраться. Первое, мы создаем папку с референсами, которые мы копим, в которой мы рисуем различные сканы, различные какие-то картинки из интернета или еще откуда-то, неважно. Вот, все это в папку рефы. Закидываем. Есть. Теперь нам понадобится папка для файла шрифта. Так как фонт-лак у нас работает в формате vfc, мы называем так папку. Отлично. Что нам может еще понадобиться? Папка рендер. Я обычно так ее называю. Не то. Так. В нее мы будем складывать разные версии шрифта. То есть, в процессе тестирования я выпустил какой-нибудь OTF, либо TTF, потестировал его с датой какой-нибудь определенной, сохранил. Спустя месяц я еще что-нибудь сделал, еще снова сохранил. И также туда складываю историю всех рендеров, которые у нас получаются. То есть, тех экспортов шрифта. Зачем? Для того, чтобы в случае, если там какая-то будет какая-то проблема, я мог вернуться и посмотреть, что было до этого. Или, например, я изменил рисунок и также могу вернуться. Вот. Что еще? Я часто делаю папку промо. Что-то у меня проблемы с написанием, но не важно. Вот. В нее я складываю какие-то промо, материалы, рисунки, спессименные и так далее, которые я делаю в процессе создания шрифта, которые выкладываю в какие-нибудь социальные сети или еще что-нибудь. То есть, здесь все, что связано с этим шрифтом в графическом его исполнении. PDF-ки, спессименные, картинки и так далее. Наверное, мы ничего не будем делать в рамках этого урока. Нам это не нужно. Но вам это может пригодиться. Ну, по крайней мере, у меня так все остальные папки с проектами выглядят. Вот. Что еще? Ну, пока, в принципе, нам этого достаточно будет. У меня, собственно, есть сканы каталогов, которые я уже показывал, в большом разрешении. То есть, желательно их сканировать, если у вас есть какая-нибудь задача отсканировать свои зарисовки или какие-то старые каталоги, желательно сканировать с наибольшим разрешением, ну, хотя бы 600 DPI, для того, чтобы можно было осмотреть мелкие детальки букв. Я их отсканировал давно, и, в принципе, разрешение здесь не очень большое, но у меня этого достаточно, у меня же нет задачи полностью повторить один в один. Я просто вдохновляюсь этим рисунком, этим контуром букв. Вот, собственно, у меня есть сканы. Кстати, я пользуюсь программой для просмотра FastTone Viewer, потому что она очень быстро и очень шустрая, легко и быстро открывает, первое. Во-вторых, в ней можно конвертировать очень быстро пакет на картинке, и самое главное, в ней можно сразу кропить и копировать в буфер обмена кусочки букв и сразу вставлять их в FontLab. Вот, мы этим будем сейчас пользоваться в процессе этого урока. И вы можете, в принципе, пользоваться чем угодно, но я показываю на примере этой программы. Собственно, она достаточно быстро открывается. Вот они, сканы. Что у нас есть? У нас есть текстовое начертание. Здесь мы видим букву G, буква M. Она достаточно остренькая, потому что для текста это важно. И назовем его дисплейное, наверное, начертание, где уже буквы M достаточно такие подрезанные. Буква G, как видите, здесь треугольная, а вот здесь они очень фигурные. Вот. То есть в этом отличаются два разных варианта начертания. В принципе, GTS, про которые я вам говорил до этого, он у меня не подгрузился. Какие-то проблемы. А вот, тут видно, тут срезы у нас есть. А здесь срезов нет. Ну, здесь, правда, нет буквы M, чтобы они были понятны. Но это вы можете посмотреть. Вот, кстати. Вот здесь, в принципе, видно, чем отличается текстовая версия от дисплейной. Если я прав. Да, текстовая, острая, дисплейная, укороченная. Вот. Возвращаемся. Здесь латиница и кириллица, которым будем рисовать. И немножко пунктуации. Ее тоже подкорректируем. А вот это скан большого каталога, фотонаборные шрифты, второй каталог. Здесь сверху есть перечень всех букв. Это, наверное, очень громко, простите. Вот. Вот здесь. Не знаю, засвечено, не засвечено. Сверху все буквы приставлены. Это как раз-таки вот эта картинка и отсканирована. Здесь буква обалденная. Мне она очень нравится. Мы ее нарисуем, но немножко не так. Но она будет двухчастная. Идем дальше. И, в принципе, все. Этого нам достаточно. Что нужно знать о Фонтлабе? Когда вы в Фонтлаб закидываете картинку, то один пиксель картинки, который вы закидываете, равняется одному пункту Фонтлабе. То есть, учитывая, что по стандарту в Фонтлабе буквы идут с размером 700 пунктов, юнитов, UPM, их называют, то, соответственно, в идеале, чтобы картинка у нас была прям полностью совпадала с тем, куда вы вставляете Фонтлаб, нам нужно, чтобы она была в идеале 700 пикселей по высоте. То есть, сканируйте так, чтобы буква, которую вы будете потом рисовать, была на скане в идеале высотой 700 пикселей, если это возможно, конечно. Таким образом, у вас будет меньше различных артефактов, погрешностей и так далее. И контур будет прям очень-очень хорошо видно. Если что-то непонятно, присмотрите видео. Если все равно стало непонятно, задавайте вопрос в комментариях. Можете зайти в чат «Твой шифтовой фетиш. Делаем буквы в Телеграме», где есть новости и просто люди живые, которые вам могут ответить на ваши вопросы, посвященные Фонтлабу и немножко Ливсу. Также есть группа ВКонтакте «Твой шифтовой фетиш» и сайт, куда я буду вкладывать в будущем свои шифты, свои уроки и другие материалы. Увидимся в следующем видео.